Старинные дома в российской глубинке, деревенский быт, в которой нет-нет да пробивается цивилизация в виде спутниковых антенн и автомобилей, но они не мешают зрителю возвращаться в прошлое. С необыкновенной теплотой выспевал красоту и гармонию быта художник Владимир Урсаки, выставка работ которого экспонируется в эти дни в Щелковской художественной галерее. Конечно, здорово, что он так активно внедрялся в природную среду и из пейзажа, из дни ворота, из городской какой-то уточки, просто подъезд на какой-то уточке пытался создавать область. Владимир Урсаки – яркий представитель академической школы, выпускник Ленинградского театрально-художественного училища имени Серова. Владимир Александрович умел выстраивать пространство, отказываться от архитектурных излишеств, много рисовал с натуры. Даже в поздних работах художника прослеживаются теплые тона, которые запоминаются с раннего детства. Он просто гениальный художник, потому что он мог писать все в любой момент, бесконечно, с большим-большим энтузиазмом. Везде ездил. Александр Иванович Бедлов сказал, что хорошо, картины дарить музеям. Он в каждом городе, где он проводил пленеры или где сам был участником пленеров, дарил свои картины. Владимир Урсаки ушел из жизни в ноябре 2020-го. Много работ мастер подарил своим друзьям, ученикам по Пушкинскому отделению Союза художников Подмосковья и Щелковской галерее, где неоднократно открывал персональные выставки. Из подаренных картин и получилась выставка. Он являлся продолжательным сурового стиля и в искусстве. И также все-таки это импрессионизм такой. Он говорил, ну вы сразу должны вдохновиться и сразу написать. Вот так вот, очень быстро. И нам это всегда нравилось. На выставке представлены три последние работы Владимира Урсаки. «Дача Струковых». На втором этаже мастерская Владимира Александровича и творческая группа «Краевой контраст». Художники часто засиживались допоздна. Когда человеку не хватает чего-то волшебного, у него появляются куклы. Так произошло с художником-кукольником Галиной Питерских, ученицей Владимира Урсаки. Авторские куклы дополняют пейзажи и нутерморты импрессиониста. Так получились две выставки, открывшиеся при поддержке Пушкинского отделения Союза художников Подмосковья. Куклы разные по характеру и по технике исполнения. Ты просто видишь лицо, тебе мелькнуло где-то лицо, и тебе показалось, что это необыкновенное лицо, которое тебе хочется. И потом появляется кукла. Это так называемые бодуарные куклы, а-ля куклы 20-х годов, когда делали специально куклу, и барышня с ней выходила в свет, как вот вместо детей. Галина Питерских – участница выставок кукол в Москве, Петербурге и других городах России, зарубежья. На выставке наряду с куклами представлены её натюрморты, написанные с натуры. Работа «Тихие разговоры» из серии «Воспоминания о керосиновой лампе» рассказывает о забытых и вышедших из обихода вещах. Для старшего поколения это воспоминания, для молодого – открытия. Обе выставки работают до 13 июня. Продолжение следует...